Все, которые принесли в отношении лиц, которые дали взятку, они были, которые отменены, и в отношении всех лиц были возложены уголовные дела. Речь о всех, кто числился в материалах дела, как свидетеля якобы пострадавших от коррупционных действий городостроителя. Реплика прокурора касалась в основном перечисления обвинений, а позиция защиты от того, что заявлялась на прениях, ушла недалеко. Подзащитный не виновен, а уголовное дело держится на крайне ненадежных рассказчиках, которым бы тоже не мешало предстать перед судом. Почему же тогда со стороны обвинения, что со стороны органов следствия, что со стороны прокуратуры, не приняты меры привлечения к уголовной ответственности лиц, которые дали взятку? Почему мы не виновен тогда на сцене подсудимого? После реплик сторон суд дал возможность выступить с последним словом и подсудимому. В своей работе и жизни я всегда придерживался принципу исключительной честности и открытости. Всем, кто ко мне обращался с какими-либо вопросами, я старался помочь в силу своих возможностей. Никакой, никогда не обманывая и не давая каких-то ложных обещаний, я работал исключительно на благо города и на его улучшение. А после суд удалился в совещательную комнату для принятия решения. Предварительное следствие, которое в итоге продлилось полгода, началось прошлым летом. Обыски, допросы, избрание меры пресечения и в феврале 2023 года участники встретились в зале суда. В обвинительном акте значатся два преступления. Воспрепятствование законной и предпринимательской деятельности, первая часть 169 статьи и три части 290 статьи Уголовного кодекса получения взятки. Один эпизодов в крупном размере. Уголовное дело разрослось до шести томов и опрос только заявленных свидетелей занял несколько месяцев. На четвертый месяц разбирательств процесс подошел к тому, что суд должен вынести решение. Возвратим к оборудовому городу Арметьевскому для устранения препятствий его рассмотрения судового. И в итоге дело отправили на доследование. Дожидаться окончания повторного следствие архитектор будет под подпиской о невыезде.